Вы знаете, что Юрий Швец неоднократно говорил, что Иларионов – кремлевская консерва. Я не верю в это, я вам скажу честно, я очень тепло отношусь к Андрею Николаевичу Иларионову. И я его хорошо знаю много лет, и когда что-то о нем говорят плохо, я на это не реагирую. Так, Дмитрий Караулов выступает за Путина. Что с ним случилось? Не знаю. Не знаю. Со многими что-то случилось. В это тяжелое время со многими что-то случилось. Вы знаете, тяжелые времена, наверное, для того и бывают, чтобы понять, кто есть кто. Чтобы понять, где настоящие друзья, где враги. И иногда ждешь от кого-то поддержки, помощи, совета даже, а его нет. А от кого-то не ждешь, а он есть. Такие сложные моменты, не просто сложные, трагические моменты, всегда дают возможность для переоценки ценностей. Я абсолютно уверен, что не только у меня, но и у многих из моих зрителей, уважаемых зрителей, это переоценка ценностей в эти два месяца тоже произошла. Да, что тут сказать. Так. Дима, ваше отношение к президенту и его конкуренту на выборах Порошенко. Или Порошенко 24 февраля проявил бы такое мужество, как нынешний президент. Я не знаю, что проявил бы Порошенко, потому что для того, чтобы это знать, нужно это видеть. Порошенко в Киеве. Я Порошенко не люблю, все это знают. Но я всегда справедливо говорю. Порошенко в Киеве. Он не сбежал. Хотя является одной из главных целей Путина. Поэтому, ну что, человек в Украине. Плюс. Что касается президента Зеленского. Я много критиковал президента перед войной. И считаю, что было за что. И говорил я абсолютно искренне. И говорил ему в глаза это. 24 февраля, во время начала российской агрессии, президент Зеленский мог убежать, теоретически, из Киева. Мог. Западные партнеры предоставляли ему для этого все возможности. Для эвакуации. Президент Зеленский остался в Киеве. Руководит страной. То, что он остался, это уже мотивационный, огромный мотивационный момент для всех украинцев. Потому что президент находится в Киеве у себя в кабинете. Это крайне важно. И президент достойнейшим образом выполняет свои конституционные обязанности. Поэтому, опять-таки, будучи объективным человеком, я говорю то, что считаю. Мало того, я считаю, что сегодня президента не надо критиковать, не надо трогать, потому что президент олицетворяет борющуюся Украину. И трогая президента, мы будем трогать Украину. Он ведет очень хорошую внешнюю политику. Он активно работает с нашими западными партнерами. Это все плюс. И я это подтверждаю. И я считаю, что это здорово. Изменилось ли ваше мнение об Арестовиче? Что вы о нем думаете сейчас? Раньше вы о нем очень жестко высказывались. Арестович молодец в том плане, что он успокоительно действует, успокаивающе действует на украинцев. И очень интересные вещи, часто говорит. В условиях войны Алексей Арестович оказался очень полезен для Украины. Так. Мне тут присылают символы Z и V. Я хочу сказать, ребята, засуньте их себе в жопу. И сможете сами вам их туда засунуть скоро. Так. Приднестровье. Так, так, ну ладно. Да, дальше. Что скажете российской молодежи, которая против войны и Путина? Я вам скажу, ребята, я понимаю, почему вы не выходите сегодня на площади, улицы и площади ваших городов. Вам могут дать 15 лет за это, над вами будут издеваться. Я это понимаю. Я ставлю себя на ваше место. Вышел ли бы я, зная, что мне дадут 15 лет? Сомневаюсь. Страшно. Поэтому я вам хочу сказать, потерпите. Скоро все изменится. С победой Украины изменится Россия. Победа Украины будет означать победу России. Только не этой путинской, зомбированной, сволочной, хамской и подлой России, а России демократической, которая только родится. Но для этого Украина должна победить. Как думаешь, сколько тебе дадут, спрашивают меня наши российские зрители? Я думаю, что... Вы знаете, что я думаю? Я об этом не думаю. Я делаю свое дело. Я занимаюсь своей журналистской работой, занимаюсь честно, на совесть, и я этим помогаю своей родине. За мою журналистскую работу Россия оценила меня высоко. Против меня открыто в России уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации по трём статьям. Также Россия внесла меня в реестр террористов и экстремистов. Поэтому перед вами сидит террорист и экстремист. Не похож? Нет? И, наконец, сегодня последнее известие я получил о том, что глава Следственного комитета России генерал Бастрыкин поручил проверить книги Гордона на русофобию. Там у них, наверное, у Бастрыкина решены все вопросы. Он книги Гордона решил проверить. Скоро будут жечь, наверное, на кострах, как жгли книги великих писателей. Ну, я не великий писатель. Речь идёт о книгах моих интервью. Я сразу, правда, задумался. Они написали, что книги Гордона, которые продаются в России. Я сразу задумался. Какие это книги Гордона продаются в России? Значит, издательство Эксмо написали. Я впервые публично сейчас озвучу свою позицию по этому поводу. В 2003, наверное, в 2005 или 2007 годах где-то так, это было 100 лет назад, я действительно разрешил издательство Эксмо и издать несколько своих книг интервью. И они это сделали. Также в 2009 или 2008 они издали ещё одну книжку. Всё. Больше я не разрешал ничего издавать. Если издательство Эксмо, я обращаюсь, кстати, параллельно к издательству Эксмо, что-то выпустило пиратским способом в моей книжке, но это на вашей совести, во всяком случае, никаких договоров мы не подписывали, никаких гонораров вы мне не платили. После 2014 года так точно, да и после 2010 так точно. Поэтому, что там Бастрыкин где увидел, ну, хотят проверять на русофобию, пусть проверяют. Я хочу сказать, что ваши уголовные дела, которые против меня открыты, ваши, значит, внесения меня в реестр террористов и экстремистов, ваши проверки моих книг, всё это мне до жопы. Мне не до жопы только одно, чтобы наша героическая армия выбила вашу орду поганую с территории Украины, чтобы вы драпали, не оглядываясь назад, и чтобы мы вышли на свои границы. На границы, которые включают украинский Крым и украинский Донбасс. И мы это сделаем, и я в этом не сомневаюсь ни минуты. Потому что зло всегда проигрывает, а добро всегда побеждает. А если кто сомневается, тот, значит, злой человек.